Добрый вечер, в прямом эфире общественного телевидения Гагузии, программа «Лицом к региону». Основной новостью сегодняшнего дня стало заявление господина Ткачука, бывшего уже депутата, наверное, парламента Республики Молдова от партии коммунистов. Эта новость сегодня была в первой строчке у всех информационных агентств, наверное, и телевизионных каналов. Как оказалось позже к обеду, господин Ткачук только сложил в себя мандат депутата парламента страны и по заявлению его коллег остался членом коммунистической партии. Об этом и многом другом мы сегодня будем говорить с нашим гостем, лидером социал-демократической партии Молдовы, господином Виктором Шельным. Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте посмотрим как сегодня происходил вопрос о сложении мандата господина Ткачука в парламенте. Добрый вечер. 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 Господин Шель, я понимаю, что не совсем приятно обсуждать положение дел в партии, которое является в принципе конкурирующее. Но уход господина Ткачука, который является одним из основных идеологов партии коммунистов, не столь рядового события. На ваш взгляд, что означает вот этот жест сегодня, то, что господин Ткачук сложил в себя депутатский мандат? Я думаю, что это было очень трудное решение господина Ткачука. Тем более, что сегодня 23-25 день рождения Владимира Воронина, председателя партии, с кем Ткачук связывал многие годы своей работы. Мы должны не забывать о том, что Ткачук 8 лет был советником президента Воронина. И вот это, наверное, очень трудно далось Ткачуку. И в канун дня рождения Воронина, и в канун парламентских выборов приняли для себя такое ответственное решение. Вы понимаете, что в работе очень много трудностей бывает, очень много скандала, очень много противоречий, споров. Но если Ткачук это сделал, то были очень серьезные и веские основания. Я лично с Марк Генничевым Ткачуком очень близко знаком. Не только мы находились в рабочих отношениях, но и даже в личных отношениях. То есть я знаю его семью, я знаю супругу, детей, я бывал неоднократно дома у них. Я хочу однозначно сказать, что Марк Генничев является человеком порядочным. За 8 лет работы советником он не стал коррупционером. То есть я даже по квартире его знаю, что за 8 лет работы в президентуре она не улучшила значительно. Только на размер, может быть, его личного дохода и дохода супруги. Марк Генничев также возглавляет школу антропологическую. Это высшее учебное заведение, которое также требует много расходов, потому что там студентов немного. Ему это тоже очень трудно давалось. И я всегда видел, что у него не появлялось денег на шикарные ремонты этой школы. То есть он излишествами никогда не страдал, то есть не был замечен в этом. И безусловно, что его вклад в государственные дела был очень весомым. Я хочу вам ответственно заявить, об этом ни страна не знает, ни даже партия не знает. Очень многие серьезные государственные решения разрабатывались и внедрялись лично Ткачуком. Но это всегда было представлено, что это власть коммунистов, парламент. То есть он был генератором очень важных идей. И закон об образовании, и по экономической части, списание долгов, амнистия капитала, введение нулевой ставки на прибыль, это непосредственно его были инициативы. Поэтому я сегодня тоже, мы оппоненты сейчас, да. Мы не дружим с партией коммунистов, потому что мы по очень серьезным фундаментальным вопросам радикально расходимся в позициях и взглядах. Но я не могу даже в отношении оппонента, Ткачука, сказать что-то плохо. Не могу даже радоваться тому, что это произошло. Потому что это произошло все-таки на левом фланге. У нас, у всех левых партий, есть общие враги. Это в первую очередь радикальный национализм, зарождающийся фашизм в нашей стране. Это управляемость партиями власти извне. То есть ни для кого не секрет, что все партии власти сегодня управляются Соединенными Штатами Америки в первую очередь, отчасти Румынии и уже в третью очередь только Европейским Союзом. Это все является угрозой нашего суверенитета, нашей независимости, нашего уклада жизни. В детали сейчас не буду входить. И у всех левых партий есть общие враги. Тем не менее, что мы конкурируем, иногда не находим общий язык. Такие драматические ситуации, которые возникают в партии коммунистов, это плохой вред всему левому движению в стране. Причины. О причинах. Вы, возможно, что мне показалось, но в ваших нотках проскальзывало, как будто вы говорите о марке Ткачуке, как о политике в прошлом. Означает ли это, что господин Ткачук уйдет из политики? Значит, то есть произошла трагедия, очень серьезная трагедия. Ткачук не то, что не последний человек. Ткачук организатор и идеолог партии коммунистов. Все, что в партии коммунистов происходило многие годы, особенно в оппозиции, это, безусловно, идеи Ткачука. Очень часто он свои идеи не мог довести до конца, именно по причине того, что не находил понимания реализации своих идей у Воронина. Я в этой ситуации на стороне Ткачука, я даже не знаю детали, я знаю общую проблему, которая есть в партии коммунистов, поэтому я в этой ситуации на стороне Ткачука, а не на стороне Воронина однозначно. Я считаю, что Ткачук не позволит себе уйти в другую партию, потому что он понимает, что перед выборами это очень серьезный удар в направлении партии. Он, может быть, и осуждает все, что происходит в партии, там большие трагедии происходят. Я считаю, что основная масса руководства партии коммунистов сегодня не действует в интересах самой партии коммунистов, и тем более не в интересах избирателей. Но я практически исключаю, что Март Ткачук позволит себе уйти в другую партию, то есть заниматься дальше политикой. Я больше верю, что он может сейчас отойти от политики, а в последующем заняться наукой, нежели чем перейти в какую-либо другую партию. А если Марк Ткачук позволит себе остаться активным политическим игроком внутри партии коммунистов, то я, конечно, к этому неуважительно буду относиться, потому что в этой ситуации его уговорили. То есть он никогда не совершал таких радикальных вещей. Я знаю очень много скандалов, которые были внутри партии коммунистов, но он ответственный человек, он не позволял себе делать по отношению к партии какие-то демарши. То есть это вынужденная мера. И эта вынужденная мера прежде всего основывается на том, что все эти пять лет оппозиции партии коммунистов Воронин не позволял молодой активной части партии коммунистов бороться активно с правящим альянсом. Не позволял. Почему не позволял? Потому что Владимир Николаевич Воронин и в событиях 2009 года не проявил государственное мужество и не пресек радикальный национализм. В результате этого его избиратели осудили. Если в апреле партия коммунистов получила 60 мандатов, то уже в юле она получила только 48 мандатов. Это очень серьезное осуждение. А в 2010 году на перевыборах она получила только 42 мандата. А сегодня эти 42 мандата растаяли. У них сегодня только 3-4 мандата. То есть огромная масса людей, которые прошли по партии коммунистов, по списку, а этот список определяет в первую очередь Воронин, они просто перебежчики. То есть пользовались брендом партии, названием партии, приходили во власть на основании доверия народа и уходили. Потом там, где теплее. И мы должны понимать, что Ткачук не позволит себе уйти в другую партию или остаться в этой партии и занимать активную позицию. А если он это сделает, то он сделает очень большой вред в первую очередь себе. Потому что сразу начнут говорить, что его купили, уговорили. Он бесхребетный, непринципиальный человек. Но причина вся, почему Ткачук ушел, основывается в первую очередь на том, что на протяжении последних недель и Европейский Союз, и Соединенные Штаты Америки очень активно проводили переговоры с Владимиром Николаевичем Воронином. Вы же знаете, что сейчас очень активно США применяют меры санкций экономических. Арестовывают Чита, запрещают въезд в Америку, а Европейский Союз в Европейский Союз запрещает. И, безусловно, что похоже, что профилактическая работа с Владимиром Николаевичем Воронином была проведена очень эффективно. И ему открыли все телевизионные каналы республиканского значения. И он на ТВ-7, на Молдавском государственном телевидении открыто заявил, что партия коммунистов, придя к власти, в этом году не будет расторгать договор с Европейским Союзом, который подпишет Альянс за Европейскую интеграцию. То есть такие заявления может, без разрешения партии, без решения пленума, может сделать только человек, я имею в виду Воронин, которого заставили это открыто сказать, для того, чтобы по отношению к нему не применять каких-либо санкций. И второе, это для меня лично было оскорбительно, потому что мы инициаторы таможенного союза, он сделал заявление публично о том, что нет такого Европейского Союза и некуда стремиться, а вот Европейский Союз с 480 миллионов потреблений, надо с ними развивать отношения. И третье, что убило практически и меня, и членов нашей партии, и избирателей, наверное, партии коммунистов, это то, что он признался открыто, что да, после парламентских выборов он будет делать союз или с демократической партией, или с либерал-демократической партией. То есть, фактически, после этого, чтобы человек, идеолог партии, который пытался позиционировать, удержать, во-первых, многих избирателей, которые сегодня растекаются, уходят, теряет партия доверия. То есть, Ткачук старался удержать этих людей, пытался позиционировать, что партия коммунистов будет продвигать дальше идею таможенного союза. Я уже не осуждаю их за то, что они 8 лет не продвигали эту идею, а наоборот, евроинтеграцию продвигали. Но Ткачук как бы старался и актив партии, и избирателей держать под контролем. Господин Шелин, вы думаете, что когда партия коммунистов объявила курс на евроинтеграцию, обошлось без господина Ткачука? Когда партия объявила, тогда все-таки шла речь о том, что партия коммунистов не выполнила свои обещания до 2004 года, то есть не вступила в союз Беларуссия-Россия. Воронин поругался с Путиным в 2003 году, когда меморандум Козака не подписал. И Ткачук как политтехнолог внутри партии вместе со всей партией искали другие варианты альтернативные, то есть по евроинтеграции. Но когда в 2007 году уже был подписан договор о таможенном союзе, то есть таможенный союз стал функциональным, безусловно, что тогда партия коммунистов должна была изменить свое решение, но она не изменила, уже по инерции шла по Евросоюзу. Я так думаю, что не обошлось без господина Ткачука, то, что шел процесс, и в принципе процесс евроинтеграции был, значит, партия коммунистов. Нет, безусловно, значит, курс с востока на запад, значит, проводила партия коммунистов вместе с Ткачуком. Но вы знаете, что тогда внутри партии были разные мнения по этому поводу, но тем не менее и он проводил этот курс евроинтеграции. Вопрос в том, что в 2007 году еще не было таможенного союза, то есть действующего. В 2007 году по 2009, они были два года у власти, они тогда должны были поменять курс, но они его не поменяли. Почему? Потому что к тому моменту руководство партии коммунистов, в частности Воронин, уже находились в большой зависимости от Соединенных Штатов Америки. Вы помните, 2003 год план Козака, 2005 год евроинтеграция, 2005 год приезд Саакашвили, Ющенко, Бесеску поддержать коммуниста Воронина на пост президента, после этого давление на Дьякова, на Рожку, чтобы проголосовали за Воронина. То есть Воронин уже полностью связан обязательством перед Соединенными Штатами Америки. Но сейчас, когда они были в оппозиции, когда, во-первых, Европа показала совершенно другое лицо, то есть Украина показывает, что Европа оказывается не такая приличная, как она демонстрировала нам. То есть нету там идеалов, нету там стандартов, нету там той демократии, нету там защиты прав человека. То есть на примере поддержки евромайдановцев, переворота, который был осуществлен на Украине, Европа оказала свое второе лицо. И самое главное, большую зависимость от Соединенных Штатов Америки. Поэтому партия коммунистов вот только в этом году начала, даже в электоральных целях, будем так, наполовину в электоральных целях, начала говорить о томоженном союзе. Но когда уже на пленуме ЦК партии было принято решение, что мы не будем продвигать идею Евросоюза, а поворачиваемся полностью в направлении таможенного союза, без разрешения партии Воронин заявляет, что нет, мы все-таки будем продвигаться в сторону Евросоюза и не будем расторгать договор, заключенный Альянсом. То есть это полная фиаско, условно говоря, Воронина в первую очередь, но и полная фиаско Ткачука как политтехнолога, как идеолога партии. То есть он не удержался ситуацию под контролем и, соответственно, он ушел. Ну, сейчас, на мой взгляд, сложилась очень интересная ситуация, потому что до того, как господин Ткачук сложил в себя мандат депутата, партия коммунистов выдвигала определенный ультиматум президенту страны, которого они не признают, господину Тимофтью, о том, что после 28 мая, если не будет принято решение проведения референдума о подписании соглашения об ассоциации с Евросоюзом, то будет объявлена опять очередная бархатная революция коммунистов. То есть, ну, теперь достаточно... Нет, я не согласен с вами. Ну, в смысле не согласен. Давайте посмотрим, что говорит господин Воронин по этому поводу, потому что 28 мая истечет ультиматум, который они выставили господину Тимофтью. Партия коммунистов не спешит оглашать планы на будущее. Как будет действовать оппозиция после 28 мая, ПКРМ до сих пор не уточняет. Вопрос обсуждался накануне в ходе ток-шоу «Политика». «Политика». Председатель коммунистов Владимир Воронин уточнил лишь, что обращение к Николаю Тимофтью – одна из форм политической борьбы. Вот это один из этапов подготовки к предстоящим выборам. И тогда бархатная революция. Вы говорите, политическая организация должна быть постоянно в работе, должна быть постоянно в напряжении, должна постоянно работать. Соглашение об ассоциации коммуниста считает кабальным договором, но в случае прихода к власти не исключает его подписание в другой редакции. «Мы не против интеграции, мы не против всех остальных процессов, происходящих в мире и в Европе. Мы не против. Но мы за то, чтобы Молдова достойна, с честью, чтобы потом это было реально, чтобы люди чувствовали, что в результате этого есть конкретный результат». Такую риторику партия социалистов называет политическим флюгерством. «Объясните, как вы хотите добраться до Таможенного союза через Брюссель», негодовал на пресс-конференции глава социалистов Игорь Дадон и пригоразил властям акциями протеста. «В случае, если власть продолжит пренебрегать мнением народа, откажется от проведения референдума, в июне партия социалистов начнет проводить массовые акции протеста. В том числе устанавливая палатки перед зданием парламента и правительства, мы будем проводить мирные акции, чтобы отстаивать мнение большинства». Остается добавить, согласно последнему опросу общественного мнения, партия коммунистов остается крупнейшим политическим формированием, тогда как социалисты рискуют не преодолеть избирательный порог. «Ну, конечно, много можно рассуждать о политических технологиях, но народу было сказано, что партия коммунистов выдвинула определенный ультиматум. 28-го он истечет, но, судя по высказыванию господина Воронина, народу ждать не стоит никаких решительных действий партии коммунистов. Поэтому, скорее всего, партия коммунистов будет молчаливо смотреть на подписание договора об ассоциации. Но ваша партия на протяжении многих лет продвигает идею вступления в таможенный союз. И вы в социальных сетях очень много пишете о экономических преимуществах этого сотрудничества. Как поступит ваша партия после 27-го июня, если случится подписание договора об ассоциации? Ну, в первую очередь, Воронин, опять же, прилюдно всем сказал, что никакой это не ультиматум, это политтехнология в рамках предвыборного года. То, что Додон делает, это просто тоже политтехнология. Почему? Додон не сделал заявление на сбор подписей в ЦИК. ЦИК ему не разрешил собирать подписи. То есть, Додон расставил палатки и собирает подписи, те, которые уже социал-демократы давно собрали, только для того, чтобы привлечь к себе внимание. Когда в Гагаузе мы более 60% собрали подписи из всех, кто у вас приходит на выборы, Додон палец о палец не ударил, чтобы помогать и собирать эти подписи. Когда вся Молдова собрала подписи более чем положенное количество, и мы из рейтинга таможенного союза, был на начало 2012 года рейтинг таможенного союза в сознании людей был 32%. После того, как мы прошли от дома к дому, мы подняли рейтинг таможенного союза, потому что мы занимались разъяснениями преимущества таможенного союза, мы его подняли на 56%. И сейчас, когда идея таможенного союза преобладает, а Европа показала свое плохое лицо, значит, все быстренько начинают лепиться к этой теме таможенного союза, чтобы просто обмануть избирателей. Для нас подписание договора об ассоциации с Европейским союзом абсолютно ничего не значит. Почему? Потому что мы приходим в парламент, мы отменяем этот договор, люди не должны бояться. То есть это простая бумажка. Если воля народа сегодня, а в вопросах общественного мнения понятно, что воля народа, Молдова должна вступить в таможенный союз. Если воля народа такова, то мы просто расторгаем этот договор, и все. И мы проводим референдум для того, чтобы, не так, как делает Альянс, Альянс за деньги американцев, по заказу американцев, подписывает договор об ассоциации с ЕС, и вы должны понимать, что в этом договоре ассоциации ни слова нет о том, что Молдова вступает в ЕС. В этом договоре ассоциации есть только продажа молдавского рынка западному капиталу, больше ничего в этом нет. То мы поступим иначе. То есть мы, как политическая партия, знаем, что люди хотят, мы готовы это сделать, но мы в любом случае проведем референдум, чтобы та политика, которую мы будем проводить во власти, была подкреплена волей народа. То есть нужно всегда иметь мандат. Мало прийти за счет воли народа в парламент, нужно еще по таким судьбоносным вопросам иметь мандат народа. И мы должны понимать, что есть часть общества, которая против таможенного союза, есть часть общества, которая за таможенный союз, и даже если за Евросоюз меньше, чем за таможенный союз, именно в рамках референдума, открыв все телевизионные каналы, да, возможно, всем политикам выступать по телевидению, всем гражданам выступать по телевидению, мы должны разъяснить людям, в чем преимущество Европейского союза, в чем преимущество таможенного союза, чтобы в результате того, когда народ большинством проголосует за таможенный союз, недовольные, то есть евроинтеграторы, тоже согласились с тем, что им дали право принимать участие в голосовании, и они услышали, почему те, кто за таможенный союз, выступают за это и приняли такое решение. Тогда происходит баланс в обществе, тогда общество консолидируется, когда проводим референдумы. А когда мы, политики, проводим сами свои решения, без воли народа, тогда мы народ раскалываем на две части, и потом еще бросаем их на баррикады или на площади, чтобы они дрались друг с другом. А при проведении референдума никогда ни одна сила реакциона не позволит себе пойти против власти, которая действует от имени народа, потому что народ через референдум дал право так действовать. Поэтому после 27-го числа, если будет подписано соглашение, социал-демократы однозначно на выборы идут только с одной задачей. И открыто говорим, выбор социал-демократов таможенный союз. И не надо нас пугать. Вас еще не пугает, потому что вы здесь живете компактно, гагаузы, сюда не очень-то и приходят молдаване, молдаване там реакционные или румыно-реакционные, пугать вас. А нас в Кишиневе политиков, которые выступают за таможенный союз, на каждом углу пугают расправами. Закрой рот, не говори об этом, не продвигай идеи, не пиши в интернете, мы тебя накажем и прочее. Нам, политикам, выдвигающим открыто идею вступления в таможенный союз, намного сложнее приходится продвигать эту идею. И вы понимаете почему? Потому что Украина, преследования на Украине, все, кто продвигал идею таможенного союза, показали, что эти реакционные силы плюс спецслужбы Запада и Америки, которые сегодня открыто ходят по Кишиневу, они очень жестко с нами борются. Четыре уголовных дела открыто против меня. Одно из них за то, что я организовал группу по сбору подписей за таможенный союз. Нет в Молдаве политика, по отношению к которому возбуждены четыре уголовных дела и все по политическим мотивам. То есть сегодня идет преследование всех людей, кто собирали подписи и тех, кто сегодня позволяет себе открыто говорить, что он за таможенный союз. А по отношению к Владимиру Николаевичу Воронину, который сидел раньше на двух стульях, никаких мер никто не предпринимал, потому что он был удобный. То есть он и так может и так. Как американец скажет, так он и будет действовать. Но слава Богу, что уже до выборов мы уже четко и ясно знаем позицию Воронина. Как он сказал, договор с Европейским Союзом не будем расторгать, и Евразийского Союза нет и нечего до стремиться. Господин Шерин, многие партии заказывают закрытые опросы для того, чтобы узнать свои рейтинги. Как правило, закрыты опросы для нужд и изучения самих членов партии. И они, скорее всего, очень сильно отличаются, я знаю, от тех опросов, которые случаются публично. Если взять опыт участия Вашей партии в предыдущих предвыборных кампаниях и те результаты, сегодня каковы шансы Вашей партии, на Ваш взгляд, на ближайших парламентских выборах? У нас совершенно другая тактика и стратегия. Если Вы заметили, а жители Гагузии точно заметили, после 2012 года, августа, когда мы собрали подписи за таможенный союз, после 5 августа, когда мы остановили румынских унионистов в Бельцах, мы практически перешли в подполе. То есть всем телевизионным каналам запрещено, я имею в виду республиканского значения, запрещено меня приглашать на телевидение. Если мы приглашаем на пресс-конференции, запрещено журналистам приходить на эти пресс-конференции. То есть ГРТ в этом плане может претендовать на то, что у нас нет запретов, есть свобода слова? Ну, один раз, полтора года Вы меня пригласили, спасибо. Ну, и мне кажется, что Вы недавно участвовали в одной из программ на нашем канале, в другой программе, обсуждаем вместе. Нет, 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 не принимал участие. Ну, не об этом речь идет. То есть эти выборы, это будут выборы между сторонниками таможенного союза и между сторонниками евразийской интеграции. Как Вы понимаете, открытых и публичных сторонников таможенного союза становится все меньше и меньше. Но Вы не забывайте, что по вопросам общественного мнения 56% за таможенный союз выступают. Вот о чем нужно думать. Ну, за таможенный союз агитирует и немного партия коммунистов, господин Дадон и партия регионов господина Фармузала. Каждый день будут потери. Чем ближе мы идем к выборам, вот то, что сейчас партия коммунистов произошло, Вы увидите, как будут потери, потери. И голосовать люди будут за тех, кто останется последовательным, честным по отношению к людям и выдержит этот удар судьбы и придет на выборы с темой таможенный союз. Это первый вопрос. Второй вопрос. То есть, отвечаю сразу. Социал-демократы в составе с другими партиями молдавскими, безусловно, что я это не скажу сейчас с какими, выйдут единым фронтом на выборы под лозунгом «Выбор Молдовы таможенный союз». И вот те, кто будет под этим лозунгом идти, те из граждан, кто является сторонниками таможенного союза и должны за это голосовать. И безусловно, что ближе к выборам граждане Республики Молдовы и поймут, кого поддерживает Российская Федерация Республики Молдова. По вашим прогнозам, даже если состоится предполагаемый блок, о котором вы говорили, левый, сколько вы примерно планируете набрать процентов и мест в парламенте? Значит, еще не решенный вопрос с партией коммунистов. То есть, вы не думаете, что уход Ткачука это такое незаметное явление в партии коммунистов? Судя по антагонизму, который есть между вашей партией и партией коммунистов в последнее время, сложно предположить, что может быть какое-то объединение. Я не знаю, что должно произойти. Мы жестко критикуем партию коммунистов, но сторонники партии коммунистов, члены партии коммунистов должны понимать, мы критикуем руководство партии коммунистов за политику, которую руководство партии коммунистов проводит. Никаких претензий к членам партии, к сторонникам членам партии нет. Мы знаем, что у нас очень много общего, общие цели есть. Когда я говорю что-либо о партии коммунистов, я говорю только о политике руководства партии коммунистов. Это первый вопрос. Второй вопрос. Ушел Ткачук, это не значит, что все в партии коммунистов останется таким, как оно есть. Еще до выборов пройдут и съезды, и пленумы, и очень много произойдет изменений. Вы понимите, что я говорю публично всем людям, и я не могу говорить о всей тактике. Но я вам говорю, что партия коммунистов в таком неизменном состоянии, как сейчас она есть, не останется, и будут еще изменения. Другими словами, если под лозунгом «Выбор Молдовы-Таможенный союз» пойдет партия коммунистов и другие партии, то это все получит 60% голосов в республике. И Альянс потерпит полный крах. Если партия коммунистов пойдет одной шеренгой, а мы, блок, пойдем другой шеренгой, то партия коммунистов и этот блок в любом случае вместе будут иметь 60%. Уже вопрос к людям. А вы уверены в том, что партия коммунистов при нынешнем раскладе, потому что сегодня я общался и с некоторыми известными политическими аналитиками, и они по телефону высказывают мнение, что нынешняя ситуация в партии коммунистов и, в частности, уход господина Ткачука из депутатства связан только с тем, что уже есть определенные договоренности между Плохотником, который является представителем Демпартии, и господином Воронином. И это может говорить только о коалиции в будущем парламенте. Значит, Воронин однозначно и открыто сказал, что после парламентских выборов он будет делать коалицию с демократической партией или с либерал-демократической. Но тогда, господин Шелем, левый блок, даже если он пройдет, получится наверняка в меньшинстве. Воронин — это не вся партия. Сегодня политическими решениями внутри партии коммунистов управляет корпус депутатов, руководство. Но есть еще простые члены партии, есть еще территориальное присутствие. Я не думаю, что после заявления Воронина о том, что партия коммунистов, а он говорит от имени сотен тысяч людей, что партия коммунистов разворачивается полностью в направлении Европейского Союза, что это ему простят и никаких не будет сделанных из этого выборов. Вы хотите предположить, что все эти заявления и нынешняя ситуация может привести к тому, что члены партии коммунистов могут отправить в отставку господина Воронина? Я говорю о том, что в связи с уходом Марка Евгеньевича Ткачука партия коммунистов потерпела крах. Вопрос сейчас в том, члены партии выведут из руководства партии тех, кто к этому краху привел, или многие люди из партии коммунистов переместятся в другое политическое формирование? На мой взгляд, вероятнее путь того, что может быть будет утечка в другие партии. Не исключено, что это может стать демократическая партия или либеральная демократическая партия. Те, кто хотел уйти в демократическую партию, уже давно ушли. Кого демократическая партия хотела перекупить, уже перекупила. В коммунистической партии в руководстве есть очень многие, которые находятся на связи с демократической партией. Но они не уйдут с этой партии. Почему? Потому что через них сейчас и угодное управление партией коммунистов происходит. Но сейчас этот скандал между Воронином и Ткачуком, это персональный и принципиальный скандал, обнаружил эту проблему. И теперь вопрос, какие силы внутри партии коммунистов победят. Если победят, условно говоря, силы сторонники союза будущего демократической партии, то, безусловно, эта партия потерпит полный крах на выборах. За нее, может быть, отдадут 10-15%. Не нужно забывать о том, что еще есть, условно говоря, клон партии коммунистов, который тоже умышленно создан, и он тоже помешает людям в ориентации, за кого голосовать. И когда в одном списке будет две партии коммунистов, люди, наверное, ни одной, ни другой не отдадут голоса, потому что не поймут, зачем это все было создано. И тогда произойдет переток вот к новому политическому формированию на левом фланге, вот этому блоку, о котором я говорю с вами. Ну, на днях был утвержден законопроект о финансировании политических партий. На мой взгляд, он не совсем демократичный, и партии, которые находятся вне парламента, будут ущемлены этим законом. И вполне вероятно, что это опять является каким-то предвыборным трюком правящих партий. Давайте посмотрим небольшой сюжет от заседания комиссии парламента, для того, чтобы зрителям стало ясно, о чем идет речь. ДПМ считает, что на финансирование политических партий должны выделяться 0,2% из госбюджета, то есть примерно 51 миллион леев. Из этой суммы 90% должны быть распределены среди парламентских партий, представленных в местных администрациях, а 10% – среди непарламентских партий и формирований, не получивших мандаты в местных органах власти. По мнению же правительства, 50% от суммы нужно разделить пропорционально между парламентскими партиями согласно результатам предыдущих выборов. Вторая половина предназначается партиям по результатам общих местных выборов. Также демократы предлагают ограничить небюджетное финансирование. Согласно законопроекту, пожертвования от физических лиц не могут превышать 500 средних заработных плат, а от юридических – не более 1 тысячи. К примеру, средняя заработная плата по экономике в 2014 году составляет 4 225 леев. В свою очередь правительство предлагает ограничить взносы до 40 среднемесячных зарплат. Для избирательных компаний вице-председатель ДПМ предлагает установить пределы расходов в размере около 112 миллионов леев, а правительство – порядка 65 миллионов леев. По мнению парламентской оппозиции, данные проекты не только противоречат друг другу, но и не могут быть приняты, так как менять избирательный кодекс менее чем за год до выборов запрещено. Ну, вот это суть инициативы. Когда говорят, что нельзя менять избирательный кодекс, мы помним, что это имело место быть в Республике Молдова, и при том не раз. То есть не исключено, что эта инициатива, если возникла, и есть интерес двух партий из правящей коалиции, вероятность его принятия очень велика. Но на ваш взгляд, в каком положении окажутся партии, которые сегодня не парламентские? Потому что, в принципе, те, кто находится в парламенте для всех партий, это более-менее выгодная формула, которую принимают. Значит, первое. У демократической партии есть свои телевизионные каналы. У демократической партии есть уже свое руководство в территориях. У либеральной демократической партии есть свои телеканалы, свое руководство в территориях, и у либеральной партии то же самое. Им деньги на выборы не нужны, потому что у них уже телеканалы есть свои, у них уже руководство, админресурс есть в территориях, и им деньги нужны. Но даже в этой ситуации, при распределении этих 51 миллиона, они себе деньги забирают. Не парламентским партиям, то есть тем, кто против, тех, кто у власти, они вообще ничего не дают. То есть они даже за счет налогоплательщика хотят содержать свои партии. И абсолютно не дают возможности развиваться другим. Вот можете себе представить, есть люди, которые переживают, хотя молодежь, она не может создать свою партию, потому что у нее нет телевидения, офисов и денег. И, соответственно, перемен в обществе ожидать незачем. Я вообще предлагаю не говорить на эту тему, потому что эта тема очень узкая, специфическая, и может быть даже не очень интересная людям. Но она может быть неинтересна, но она интересна может быть, потому что выборы осенью, и это практически принятие этого закона лишит возможности партии реально участвовать даже в выборах. Нет, это закон, который они предлагают, он будет действовать уже только после выборов. Понимаете, столько законов, столько решений было принято сейчас, неправильных, антинародных, антигосударственных, что мы должны ставить вопрос о том, чтобы в этом парламенте не было ни одной партии, ни одного политика, которые в течение 23 лет участвовали в государственном управлении. Понимаете, когда экономика сверху 23 года идет вниз, когда социальный уровень сверху 23 года идет вниз, а эти 23 года одни и те же люди в политике, ведь Филат это же не молодой политик. Филат в 29 лет стал министром приватизации, и он уже в этой политике больше 10 лет. Дадон, он хоть и молод, но Дадон не молодой политик, он с 2006 года в политике, извините, это 10 лет уже. О Дьякове, о Мишине, о Воронине вообще не о чем говорить. То есть это люди, с кем мы должны ассоциировать все свои беды. В экономике, в личной жизни, что наши родственники, друзья, родители уехали за границу, что кто-то умер, недолечился, что школа закрывается, это все связано с ними. Поэтому задача молодовского народа на этих выборах не пропустить во власть ни одну партию, с кем ассоциируется плохая жизнь в течение 23 лет. Мы должны в этом году полностью поменять политический класс и дать дорогу другим. Я не пользуюсь тем, что я представитель партии и говорю, что голосуйте за меня. Но логика должна подсказывать, нужно метло и вымести всех тех, с кем связаны наши горести и несчастья. То есть нужно радикально поменять ситуацию. И вы не думаете, что этого не произойдет? Почему? Вот на Украине. На Украине оно взорвалось. Оно взорвалось. Люди не могут. 23 года Украина болтается непонятно где. Не вопрос вектора Восток или Запад. Но нет экономического развития, нет определенности. Политиков кто-то приводит к власти. Всегда за ними стоят внешние силы. Или американцы, или русские. То есть никто не пришел в политику на Украине ради народа, служить народу. И у нас тоже никто не приходил служить народу. Мы говорим, кто-то лучше, кто-то хуже. А разве в этом вопрос? Вопрос в том, что нам нужно восстановить за короткий промежуток времени 5 лет все, что мы потеряли за 23 года. И это делается путем скальпия. То есть нужно вырезать гнойник. Только тогда есть какой-то шанс выжить этому организму, в этой Молдове. Басейска уже открыто говорит, что это наша земля и мы вас заберем. Европейцы открыто говорят, что мы входим на ваш рынок и с июня месяца... Вы понимаете, мы не поговорили о договоре ассоциации. Вы знаете, в чем трагедия? В договоре ассоциации и свободной торговли с Евросоюзом нет ничего, что нам дает. Нам не дает финансовой помощи для возрождения экономики. Нас не пускают на рынок. Вы правильно понимали? 20% нашей продукции разрешено поставлять на европейский рынок без пошлин и квот. А 80% по квотам только. А вот этих 20% что разрешают, там продукция, которую мы вообще не производим. Там номенклатура. Не то, что мы попросили и мы хотим. К примеру, чтобы вы понимали. Мы, к примеру, около 100 тысяч тонн помидор делаем. 5 тысяч тонн помидор только можно. Мы 600 миллионов яиц, это при вот такой низкой экономике, а нам разрешает условно говоря, 600 миллионов яиц, а нам разрешает условно говоря, 40 миллионов яиц. То есть, при плохой экономике, при плохом сельском хозяйстве, из того, что мы производим, нам дают возможность поставлять туда 5%. Но при этом Россия, таможенный союз говорят, если вы отдаетесь Европейскому союзу, то мы к вам, к Молдаванам, относимся как к дальнему зарубежью. Потому что вы полностью переходите на их стандарты. И мы вынуждены будем ввести на вашу продукцию пошлые, цизы, как на европейскую продукцию. И наши этого не слышат. И еще один важный момент. В договоре ассоциации, знаете, что написано? Что для управления этим договором ассоциаций между Европой и Молдовой будет создан наднациональный совет, который состоит из 28 представителей с каждой страны Европы и одного представителя Молдовы. И решение все принимается простым большинством. То есть, когда половина европейцев примут какое-то решение, Молдова должна выполнять. Там же написано, Молдова не имеет права протестовать даже в судах решение. И третий вопрос. Молдова, согласно этих решений, должна полностью менять законодательство Республики Молдовы в исполнении решений. То есть, если раньше страны Испания, Франция, Германия захватывали Индию, Китай, африканские страны колонизировали оружием, то сейчас происходит колонизация стран СНГ через якобы демократию. А фактически через установление своих каких-то прислужников Филат, Лупу, Гимпу на трон в Молдавии. И через них руководить всем молдавским народом. Но соглашение будет подписано 27-го. Выборы, скорее всего, пройдут 30-го ноября. Поэтому у будущего парламента вполне возможно есть вариант для того, чтобы пересмотреть часть этого соглашения. То есть, поэтому мы говорили не раз на нашем телевидении о договоре об ассоциации. У меня будет еще такой вопрос. Вы чуть выше говорили о том, что возможно будет создан левый блок, который пойдет на выборы. Я не буду вас пытать, какие партии могут туда войти, но буквально не так давно, может быть, полгода назад объявлялись несколько партий. Это ваша партия, господин Дадон, то есть партия господина Мишина, партия господина Формузала, что шли какие-то переговоры и даже были некоторые заголовки СМИ о том, что вполне возможно, что вы договорились, но потом, как оказалось, что это были только переговоры. Есть ли сегодня такая уверенность, что такой блок будет создан? Значит, отвечу со всей ответственностью. Никогда социал-демократы с этими партиями не проводили переговоры о создании блоков. Да, в средствах массовой информации была информация, что эти партии Формузал, Дадон, Мишин, Гарбус имели встречи и проводили переговоры о возможности создания блока. Мы в этих переговорах никогда не участвовали. Социал-демократы подписали соглашение с Степанюком и создали союз левых сил. В этот союз левых сил никто из этих партий не входил. Я сразу хочу вам сказать, то есть обычно политик должен юлить, чтобы оставлять шансы и для себя отойти потом от разговора и для других партий в переговорах. Я сразу вам хочу сказать, как я понимаю ситуацию на левом фланге. Первое. Вот Башкан Гагаузи, господин Формузал, лидер партии региона. Господин Формузал никогда не войдет с нами в блок. Почему? Потому что у господина Формузала есть задача создавать вокруг себя любые блоки, только чтобы не выиграть. но чтобы контролировать 2% избирателей и чтобы они не перешли в какой-то другой блок. Это единственная задача, которая стоит перед Формузалом. Не позволить кому-либо зайти в Гагаузию, чтобы вот эти 2% то есть половина примерно населения Гагаузии, которые за него голосовали, чтобы они не дай бог не отошли в какой-то блок. Чтобы Гагаузы продолжали голосовать за партию регионов и в конечном итоге он не наберет проходной балл и они будут распределены между партиями Альянса. Я обращаюсь после случаям ко всем Гагаузам. Голосуйте за тех, кто открыто говорит о том, что он будет вступать в таможенный союз и за тех, кого поддержат прямо перед выборами Москва. Вы как будто сейчас пришли в разряд агитации, хотя еще нет избратных компаний. Господин Возрождение, да, внутри партии Возрождение еще идут разлады. Мишин хочет удержаться, Тарлив хочет прийти на его место и прочее, но у этой партии очень большая зависимость от господина Филата. У них есть личные обязательства перед господином Филата, поэтому я считаю, что эта партия управляемая, на переговоры с нами она не приходила и мы к ним никогда не придем. По поводу господина Додона, я высказывал неоднократно свое мнение, что господин Додон сохранил на два с половиной года альянс за европейскую интеграцию у власти, проголосовав за господина Тимофтия. И пусть господин Додон все что угодно говорит всему молдавскому народу, что это он сделал якобы ради стабильности в стране, у него, значит, мозгов нет, если он ради стабильности в стране сохранил у власти альянс за европейскую интеграцию еще на два с половиной года. Мы могли, если бы господин Додон не проголосовал за Тимофтия, уже жить в другой стране и могли жить уже в таможенном союзе. Господин Додон является пылесосом, который сегодня поднял флаг таможенного союза, ходит с палатками по всей республике и собирает доверчивых людей под себя, чтобы пройти в парламент, но все эти голоса перейдут в последующем в альянс за европейскую интеграцию. А господин Додон пойдет на мэрские выборы в город Кишинев. Это суть сделки между руководством альянса и европейскую интеграцию превратить Додона в пылесоса тех, кто выступает за таможенный союз, чтобы иметь дополнительную политическую партию, которая составит большинство в правящем альянсе. Господин Додон пойдет просто на выборы примара города Кишинева. Это плата за выполненную работу. Я вас благодарю за ответы. Через несколько секунд у нас традиционная рубрика «Минута искренности». У меня вам будет несколько вопросов, не политических. Господин Шерин, ваша самая большая неудача в жизни, на ваш взгляд? Это мы уже в эфире? Да. Моя самая большая неудача в жизни, что я поступил на факультет журналистики. Я поступил на факультет журналистики в 1982 году и закончил факультет журналистики. Я очень любил профессию журналиста, но попал как раз на период перестройки, горбачевской перестройки. И как молодой человек очень верил в эту перестройку. Ходил с микрофоном, с телекамерой по всей республике, ловил коммунистов и критиковал за то, что они плохо проводят перестройку. Но когда приходил на телевидение, когда увидели, что попался мне под экран и под микрофон коммунист, это откладывали в сторону. А если попался какой-то продавец чебуреков, это не давали. То есть, я тогда увидел фальшь в работе коммунистов в период перестройки. Я очень был разочарован тем, что потерял на университет пять лет жизни. Ваше самое большое достижение в жизни? Ну, традиционно, как говорят, семья, дети. Я могу гордиться тем, что 25 лет я находился в бизнесе. В течение 25 лет по отношению ко мне никто не возбудил ни одного уголовного дела за бизнес. И что я был переоткрывателем в Молдове по открытию новых направлений в бизнесе. Я завез первые хорошие строительные материалы импортные. Я открыл первый ресторан. Я открыл первый кинотеатр Республики Молдова. Я открыл первую систему электронной торговли. Я первооткрыватель. Я горжусь тем, что мне всегда удавалось находить хорошие, правильные идеи, предлагать их на рынок, и они встречались хорошо. Когда вы в последний раз плакали? Я вам скажу, что сильные, волевые люди достаточно сентиментальны. я не помню, чтобы я плакал. Безусловно, когда мать умерла, я плакал, но я иногда выходит слеза, когда я смотрю такие душесчипательные фильмы, такие чувственные фильмы. господин Шерин достаточно сентиментальны. Да, конечно. А нельзя любить жизнь, нельзя любить людей, нельзя пойти в политику, чтобы служить людям, если ты не сентиментальны. Если тебе равнодушно то, что рядом происходит, то ты не идешь в политику, не идешь служить людям, не идешь бороться за людей. А если ты сентиментальны, если ты чувствуешь, тогда у тебя иногда и слеза выходит. Считаете ли вы себя примером для подражания? Ну, безусловно, многие люди хотят равняться на меня, многие люди хотят добиться таких результатов, как я добился в бизнесе, в положении. Я родился в селе, и многие селяне, которые вместе со мной учились, кто-то уже помер, кто-то спился, кто-то даже родился в успешной семье, но не имеет и одного процента того, чего я имею. И безусловно, что я горжусь своими результатами, но эти результаты сделаны этими руками. То есть я вырос в семье без отца, моя мать была в советские времена медсестрою, и вот за счет зарплаты и усилия женщины-медсестры по воспитанию ребенка я стал человеком. Я горжусь темой. На что вам не хватает смелости? Ну, бития бил, унионистам дорогу перекрывал, в политику пошел, хотя я преуспевающий бизнесмен, 25 лет и мог бы плавать в этом обществе очень легко и свободно. На что не хватает смелости? Не хватило у меня смелости. У меня было очень выгодное предложение моего друга уехать на постоянное место жительства в Соединенные Штаты Америки. Он поднял очень крупный бизнес, миллиардер, и он меня пригласил с семьей переехать в Соединенные Штаты Америки это было в 2003 году. И вот у меня не хватило смелости. Я благодарю вас за искренние ответы. Напомню нашим телезрителям, что сегодня гостем нашей программы был Виктор Шерин, лидер Социал-демократической партии Молдова. Вы смотрели программу «Лицом к региону». Я с вами прощаюсь. Желаю приятных выходных. Берегите себя и своих близких. Молдова.